Привет, дорогие друзья! Итак, сегодня давайте поговорим о проблемах и слабых местах Hyundai Solaris. Но прежде чем мы начнем, хочу попросить вас подписаться на мой канал. На нем вы сможете найти разбор проблемных мест многих моделей авто, а список автомобилей каждый день пополняется. Начнем мы, как всегда, с проблемных мест двигателей. Hyundai Solaris комплектуется только бензиновыми силовыми агрегатами 1.4 на 107 л.с. и 1.6 литра на 123 л.с. В плане надежности, особых претензий ни к одному из двигателей нет. Они надежны и при правильной эксплуатации способны прослужить без дорогостоящего ремонта вплоть до 250-300 тысяч километров. Из незначительных недостатков многие собственники отмечают затруднительный пуск холодного двигателя. Иногда владельцы Solaris нарекают на стрекотание мотора на холостых оборотах. Но с данным недостатком придется мириться, так как это особенность работы топливных портунок. Если при повышении оборотов двигателя до 3000, ощущается повышенная детонация, это первый сигнал о необходимости перепрошивки блока управления двигателем. При эксплуатации автомобиля в мегаполисе в летнее время возможен перегрев двигателя при движении в пробке. Причин у данного явления несколько. Основной причиной недуга является засорившийся радиатор охлаждения. Требуется чистка. Нередко перегрев происходит из-за слетевшей с посадочного места крыльчатки вентилятора. Там самопроизвольно откручивается гайка крепления крыльчатки. Проблема эта коварна тем, что изначально она себя никак не проявляет. А диагностировать недуг можно, только пошатав крыльчатку. При наличии проблемы будет люфт. Следить за состоянием системы охлаждения нужно очень внимательно, так как перегрев мотора в 70 случаев приводит к дорогостоящему ремонту силового агрегата. Система ГРМ оснащена металлической цепью, которая рассчитана на весь срок службы двигателя. Однако на некоторых экземплярах она растягивается после 100 тысяч километров пробега. Основные причины этого – это несвоевременное обслуживание, масляное голодание, использование некачественных смазочных материалов. Сигналами о необходимости замены цепи служат провалы в тяге при разгоне дизельный рокот и повышенная шумность при запуске холодного двигателя. Ресурс ремня навесного оборудования составляет от 80 до 100 тысяч километров, а вот его натяжитель может потребовать замены уже после 40 тысяч. Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов необходимо раз в 100 тысяч выставлять зазоры между кулачком и толкачелем. В большинстве случаев владельцы игнорируют эту процедуру, а это может негативно сказаться на ресурсе. Если заправлять автомобиль некачественным топливом, то раз в 30-40 тысяч километров придется промывать дроссельную заслонку, а на моторах объемом 1,4 литра возможен преждевременный износ нейтрализатора. Что касается трансмиссий, то на Hyundai Solaris может быть установлена одна из двух коробок передач. Это 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат. Обе коробки достаточно надежны, но не безгрешны. Так, например, собственники отмечают нечеткое включение второй и третьей передачи, а с увеличением пробега проблема будет только усугубляться. Требуется замена муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей передачи. Если во время движения из коробки доносится постройный шум, скорее всего причина в подшипнике первичного вала. Там проворачивается обойма подшипника в корпусе коробки. Для устранения проблемы потребуется замена крышки корпуса коробки и подшипника. Чтобы временно ее устранить, можно посадить подшипник на герметик. Некоторые владельцы отмечают незначительный хруст при включении третьей передачи. Все из-за того, что разбивается пластиковый синхронизатор. Если при движении на задней передаче появился клуб, значит пришло время заменить кожух и диск муфты сцепления. Механизм сцепления при бережной эксплуатации выхаживает около 130 тысяч километров. Автоматическая трансмиссия обладает ресурсом до 250 тысяч километров, но славится толчками при включении передач. Данный недостаток вызван залипанием клапанов коробки. Из-за слабого фиксатора селектора автоматической коробки переключения передач, возможно самопроизвольное переключение трансмиссии из режима DF3. Нередко при появлении проблемы дилеры рекомендуют заменить селектор в сборе. Но можно решить проблему, расточив отверстия под шток фиксатора. Что касается проблемных мест и недостатков ходовой части Hyundai Solaris, то он оснащен полузависимой подвеской. Спереди McPherson и сзади полузависимая балка. Подвеска достаточно жесткая и не отличается высоким уровнем комфорта. Но в этом есть и положительные моменты. Благодаря повышенной упругости, ходовой автомобиль хорошо держится за дорогу и обладает неплохой управляемостью. Что касается надежности ходовой, то к ней особых претензий нет. Но пара недостатков здесь все же есть. Одним из слабых мест в подвеске являются ступичные подшипники. Нередки случаи, когда передние подшипники начинали гудеть уже после 15 тысяч километров пробега. А задние чуть позже, после 30. В некоторых случаях для устранения проблемы достаточно просто подтянуть гайки. Приблизительно столько же живут стойки и втулки стабилизатора. Остальные элементы подвески при средних нагрузках живут до 100-150 тысяч километров. Одним из существенных недостатков рулевого управления считается небольшой ресурс рейки. Она может застучать уже после 20 тысяч километров пробега. Многим удавалось поменять рейку по гарантии, но проблема повторялась снова. В 2012 году производитель выпустил специальный ремкомплект. Причина стуков это большой зазор в упоре и стопоре рулевой рейки и преждевременный износ пластиковых втулок. Также в 2013 году производитель доработал узел и проблема стала встречаться намного реже. Еще к недостаткам рулевого можно отнести и небольшой ресурс насоса гидроусилителя руля. Одной из причин шума в подвеске является люфт направляющих суппортов. Решить проблему можно набив их смазкой. В остальном к тормозной системе претензий нет. Тормозные колодки служат от 40 до 60 тысяч километров. Диски в два раза дольше. Если говорить о кузов автомобиля, то лакокрасочное покрытие достаточно тонкое. Как результат царапины и сколы быстро покрывает авто. Но благодаря хорошей оцинковке металла серьезных проблем с коррозией нет. Несмотря на это, на некоторых экземплярах после зимы появляются очаги коррозии. На крыше, крыльях и капоте. Также после зимы неожиданно начинает облазить покрытие с хромированных элементов и краска на дверных ручках. Многие владельцы нарекают на небольшую толщину металла большинства кузовных элементов. Из-за этого на них появляются вмятины даже от незначительного контакта с камешком, отличившего из-под колес едущей рядом машины. Не славят за своей надежностью и штатные крепления бампера. Нередко он обвисает под воздействием своего веса. Многие собственники решают проблему, установив бампер на саморезы. Также из-за некачественного крепления со временем отваливаются противотуманные фары. При затяжке болтов колес нужно быть очень аккуратными, так как резьба на колесных шпильках очень слабая и сорвать ее не составляет особого труда. Как и у большинства бюджетных автомобилей, салон Hyundai Solaris выполнен из дешевых материалов. Из-за этого со временем салон наполняется большим количеством сверков и иных посторонних звуков. Чаще всего скрипы доносятся от пластиковых элементов и уплотнителей дверей. Также посторонние звуки может издавать выпускной клапан системы вентиляции, который установлен на крышке салонного фильтра. При появлении вибраций в руле попробуйте подтянуть болты крепления подушки безопасности. В большинстве случаев это помогает решить проблему. Со временем начинают скрипеть передние сидения. Чтобы излечить недуг, необходимо смазать салазки и их стопорную петлю. Что касается надежности электрооборудования, то здесь собственники чаще всего нарекают на шумность работы моторчика печки. При обращении в сервис дилер предлагает заменить моторчик. Но в большинстве случаев достаточно смазать втулку. Если указатели поворотов начали работать некорректно, скорее всего проблема в заедающей кнопке аварийной сигнализации. Требуется только замена кнопки. Есть нарекания и на штатную магнитолу. Она периодически сбрасывает настройки и сохраненные радиостанции. Ну а если подытожить, то несмотря на то, что у Hyundai Solaris есть незначительные недостатки, автомобиль зарекомендовал себя надежным и неприхотливым средством передвижения. Из достоинств Solaris я бы выделил невысокую стоимость обслуживания, небольшой расход топлива и хорошую управляемость. Что касается недостатков, то здесь можно подчеркнуть тонкий металл кузова, слабое лакокрасочное покрытие и низкое качество отделочных материалов салона. Если вы являетесь владельцем Solaris, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации данного авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok